Хайп на семействе гномиков Рудковских Плющенко давно должен был вообще-то схлопнуться, но он еще шевелится. А дело в том, что масло в огонь подливает главарь этой семьи прелестная Яночка. Она не ленится каждый день напомнить российскому народу о своем аристократизме. Вот то оранжерею покажет с цветущими невероятными пионами, то интерьеры сумасшедшие, то изящно позавтракает из антикварного ночного горшка. Ну, такая вот вышла досадная ошибочка, потому что горшок попался красивый, фарфоровый, с позолотой. И все было бы ничего, но надо было бы поработать над физиономией, чертами лица и речью, потому что все очень пролетарское. И возникает ощущение, что подлинные хозяева этих аристократических покоев, подлинные владельцы этого горшка, сейчас связанные в подвале, мычат что-то сквозь кляпы, а в их залах гламурничает янка-золотая кнопка, закопавшая свой тельник и маузер где-то под пионами. Лукашенко сейчас жутко напоминает Ефремова. Степень его опьянения властью равна состоянию Миши Ефремова, когда тот только-только вылез из своего раздолбанного Чирокина-Смоленской площади и сделал первые шаги к полицейской машине, попутно сообщая, что у него дофига денег и он всех вылечит. Сегодняшняя заваруха в Белоруссии доказывает, что обычный бытовой алкоголизм и по своим последствиям, и по своим проявлениям абсолютнейшее ничто по сравнению с троноголизмом, который показывает сейчас Александр Григорьевич. Троноголик Лукашенко от слова трон. Сейчас он управляет страной примерно в том же состоянии, в котором Мишка управлял своим Чироки. Тоже, кстати, заметьте, Лукашенко обещает всех вылечить. Понятно, что авария неизбежна и, скорее всего, она будет с трупами, калеками, посадками. Расшибет ли он нафиг Белоруссию окончательно, неизвестно. Но чинить ее после этих выборов придется долго. Конечно, Лукашенко употреблял власть адскими дозами 25 лет, по-моему, да, в любой концентрации бесконтрольно. В свинарниках, в дворцах, с фермерами и генералами. Власть стала компонентом его обмена веществ, да, пропитала его, украсила его нос волшебным сиянием. Изменила пластику, речь, характер, вставила другие глаза и, к сожалению, приделала другие руки. Ничего особенного, власть всегда уродует. Для Лукашенко совершенно невыносима мысль, что утром 11 августа он может проснуться просто гражданином Лукашенко, и перед ним не будут писаться от ужаса гаишники, свиноводы и министры. Ему кажется, что если вот писаться, заикаться, клянчить и льстить перестанут, то не станет его самого. Здесь, кстати говоря, Лукашенко, вероятно, ошибается, потому что вообще-то жизнь только начинается. Ему кажется, что не быть президентом – это крах и позор, ничего подобного. Он нормальный дядька и не сволочь, если его вылечить, конечно, от троноголизма и привести в чувство. Но в сегодняшнем своем состоянии он уже не будет совершать ничего, кроме ошибок. Все тираны, все троноголики, даже самые картофельные, теряя власть, теряют и ориентацию в пространстве и начинают совершать серийные глупости. Момент с расставания с властью – это вообще момент предельно деликатный и болезненный. Александр Григорьевич начал закапывать себя дурацким парадом, продолжил арестами конкурентов и сейчас трамбует свою же могилку Вентиловым озверелостью речей и поступков. Зачем вообще было разводить такую неандертальщину с теми же арестами? Вот надо уметь внушать ужас и покорность другими способами. Вот поучился бы у Путина в России, наконец-то, первый губернатор умер от страха. Так и должно быть. Должны помирать от страха сами. Чиновничьи сердца, в которых нет Путина, биться не должны. Сердечные проблемы Игнатьева, обнаружившиеся на вскрытии, как раз очень характерны, симптоматичны для смертей, которые наступают от приступов долгого, непрекращающегося ужаса или страха. Конечно, там примешался и коронавирус. Сейчас в России без него, как известно, ничто не обходится. Какая песня без ковида. Помните, да, еще всякие жуткие советские песни. Вирус всегда живой, вирус теперь во мне, вирус в тебе и вирус такой молодой. И действительно, вертикаль в России сейчас на зависть к средневековому Китаю. Вот это я понимаю. Не надо никаких гильотин, не надо никаких виселец, электрических шезлонгов. У провинившегося чиновника просто срабатывает механизм самоликвидации. И как много проблем решается. Не надо напрягать слитком, конвой, разводить всякую милицейско-фсбшную бюрократию, мутить прессы. Раз, и персонажа нет. А вот наш друг Лукашенко так не умеет. Но вообще этому надо было учиться, а не свеклу пинать. И все равно Григорьевич, конечно, молодец. Он выстроил маленькую, комфортненькую, чистенькую, прочную, аккуратненькую диктатурку. И все бы хорошо. Но, к сожалению, никакое развитие невозможно без свободы. А ее он дать не может. Так как не понимает, что это такое вообще. Он и свобода – это такое же сочетание, как Пятикантроп и Большой Адронный Коллайдер. Но, вне зависимости от судьбы всяких дурацких поправок, Путину вскоре предстоит примерно такая же ситуация. Будем надеяться, что Владимир Владимирович поведет себя все же оригинальнее, чем Александр Григорьевич Лукашенко. А в России весело. Теперь тут хайпит уральская монастырская драма. Средневековье, которое так страстно зазывали прийти и попы, и советы безопасности, и дума. Оно пришло, и оно располагается покомфортнее. Умный Кураев пророчит кровопролитие на Урале вокруг всего этого монастырского хайпа. То есть, битву фанатиков с псевдофанатиками. То есть, битву цхихулигана Сергия с жирными лицемерами из РПЦ. У Сергия в его полном распоряжении ряженые неадекваты, набившие в Донбассе лапы на кражи ковров и расстреле девчонок по подвалам, а также ряженые же юродивые церебожники и блатной мир Урала. Немаленькие силы. У РПЦ Росгвардия, менты и перепуганные попы местной епархии. Выкуривать Сергия, скорее всего, действительно придется по-любому, потому что, возможно, не сразу огнем, не сразу гранатометами, но, по крайней мере, осадой. Правда, монастырю точно не грозит голод. Это радует. Почему? Предусмотрительно исхиегумен Сергий, понимая, что конфликт с начальством и властью, в принципе, неизбежен, очень предусмотрительно, понимая, что монастырь будет осажден и изолирован, он сделал запас пельменей. По крайней мере, одного пельменя на случай осады и голода он заманил в духовное чадо, причем пельмени не какого-нибудь ауральского. Выбор Соколова не самый удачный. Соколов не самый, скажем так, упитанный представитель этого коллектива. Он пока шустрит среди юродивых, среди казаков, плохо осознавая, что его ждет в случае осады. Он не понимает, зачем время от времени его то спрыскивают уксусом, то невзначай мажут сметанкой. Вот расползется ли пламя восстания фанатиков по стране? Скорее всего, да, расползется. Кремль сам вырастил все для этого пожара, а гасить его он не умеет. Вообще все российские новости сегодня попахивают говном, лаптями и кровью. Это нормально, это запах не только религии, так и вообще пахнут скрепы. Это, вообще-то, ароматическое оружие России, эффективное, в отличие от панциря и армат. Цивилизация от него блюет, корчится и боится приблизиться. В Златоусте очередное осквернение очередного монумента. Дерьмом и кровью там измазали свежеустановленный в 1918 году памятник Николаю II. Но, заметим, кровавый Коля начал первый. Помните, у этого святого царя было хобби расстреливать котов, кошек, старушек и рабочих. Ну, любил он это дело, что называется. И еще в 1903 году он первым осквернил Златоустовские овраги, по своему обыкновению расстреляв 60 или 69 плавильщиков-металлургов. Ну, сам он не успел, поэтому командовал расстрелом из Питера. Именно этот кровавый пейзаж зачем-то осквернили памятник именно кровавому Николаю. Вчера осквернили этот памятник. Златоуст – город маленький. Осквернители, вероятно, поймают и тоже, скорее всего, осквернят. Органы, как известно, снабжены органами. Потом осквернители осквернителей обмоют новые звездочки и осквернят друг друга. А если дело взаимного осквернения пойдет хорошо и весело, то добавят они, вероятно, и в алкогольном безумии пойдут и по малой нужде заново осквернят памятник кровавому Колю. Их начнут искать, и круговорот осквернений завертится еще быстрее. Продолжение следует...